исповедь пирата пират одноногий костыль и кинжал в таверне портовой он юбик втращал куда же тюнет собираешься плыть тебе бы у мамки под боком ходить на верхней губе у тебя еще пух не юнга не парень просто петух и не был в угаре яростных схватках что знаешь и нести о дерзких пиратах о волнах соленых о шквале и бризов что море не шутит не любит капризно стоятся загадки за грани морей мужайся мальчишка скорее взрослеет что знаешь о службе бывалых матросов а сможешь и плести вязь канатов и тросов не швабры удраить чтоб все заблестело а шпагой владеть и кинжалом умело и храбро бросаться в пучину морскую ты хочешь и нет познать службу такую что знаешь про слово на абордаж и грозное слово такое шантаж меня заманила в пираты судьба за власть и за деньги шальная борьба горячий я был и молодок любил с пятнадцати ярдов я муху бы сбил красавицу вскрыти свежая и красивая девица задорная и очень спесивая пронзали насквозь голубые глаза останка клеана гибка как лоза девица смеялась шутила и пела и нами парнями умело вертела однажды на танцах она красовалась и многих парней вновь за ней влезалась цветок она бросила в гущу парней и вздыбились парни как стадо коней кто первым получит злосчастный цветок тому будет ударен душистый поток драка ножи засверкали и юноши стали друг друга венчали за девушки в драке руту зато кандалы на гаерах носил но ветер свистел а я рвался на волю познал гримы к пиратскую долю однажды к нам в порт чей-то брик заглянул и город в крови вечеру утонул пираты на реях воронов венчали и в пьяном угаре ура все кричали тогда мне казалось пришла моя воля за место под солнцем приходится драться и в яростных схватках друг с другом встречаться чтобы добиться к себе уважения принять был я вынужден снова крещение при войне попался тогда и таган и был я с матросами дьявольский пьян со мной сразиться решился пират со шрамом сергою что дьявол убрать он жуткой смешкой пошел напрямик я бился бесстрашно и чувствовал миг что сталь вороненое горло щекочет а грозный верзила уж мерзко хохочет в отчаянии бился с проклятым болваном и рухнул сраженный моим тетаганом не помню как время стремительно мчалось меня обуяла злогейка усталость забыл я уж сколько без памяти был зато коронован пиратами был теперь мне доказывать нужно везде что трусость и страх мне неведом в борьбе я с криком отчаянно бился всегда дрожали от страха купцы и господа гортанный наш клич или похмельный кураж но с легкостью ходим мы на абордаж берем каравеллы фрегаты и брик уж слуха пиратов за море проник король приказал всем военным корветом что слуха пиратов был больше не ведом на реяк венчали хлебустер морей повесить пиратов как можно скорей вот рыщет на море в проливе госфоре а мы на гавайи успели отплыть и там продолжали купцов тормошить награблено много и денег и злата но все что ступила и наша расплата в любом из проливов и в гаване каждой нас крепости ядрами пушек встречали и реже от пуль мы уже уходили однажды задумался наш атаман решился пойти на последний обман на маленький остров был курс его взят там спрятать сокровища думал пират мы выбрались молча навлечили пони чтоб злата закрыть и уйти от погони по горной тропинке к пещере добрались там деньги и злата надолго остались а все кто дорогу к пещере то и знали от пули и шпаги уже не вставали там спадки смертельным я ногу оставил но все же атаману я метку поставил нанес ей удар ему прямо меж глаз на этом бы мог и закончить рассказ спасали из жадности долго лечили но тайну о злате не получили полка да там жерло проснулся вскоре и остров вдруг сгину безбрежном просторе теперь только память не душу волнует а старый пират в кабаках лишь толкует коль что-нибудь смог ты усвоить юнец решай же кем стать тут сказание конец александр шахтер